Всем привет! С вами Ирина и Амир. Друзья, сегодня у нас замечательный день. Посмотрите, как солнечно. И мы едем в Агру. Почему мы туда решили поехать? Потому что сейчас начали открываться все самые известные достопримечательности, в том числе и Тадж-Махал. Мы хотим вам все показать, рассказать, если вы собираетесь поехать туда как турист, что там можно посмотреть, где можно покушать и все самое-самое интересное. Запасайтесь чаем, вкусняшками и смотрите наши видео. Ну что, погнали! Друзья, мы сейчас проезжаем городок Матура. Этот город известен тем, что здесь родился бог Кришна. Это бог в индуизме. По пути в Агру находится такое небольшое сооружение. Оно называется Мини Тадж-Махал. Это Гурдуара. Гурдуара это, ну, как бы, храм для сикхов. Они его построили в очень похожем стиле на Тадж-Махал. Посмотрите. Там тоже вот такие вот купола. Вы можете увидеть, что это тоже здание, выполненное из мрамора. Но также вы можете, если есть время, и остановиться, и зайти вовнутрь. Но у нас, к сожалению, времени нет, поэтому мы продолжаем дальше. Вот он, Мини Тадж-Махал. Представляете, друзья? Сейчас по пути в Агру мы остановились в Дабе. Даба – это такие придорожные ресторанчики, кафешки. Эта даба называется Асли Папу Даба. И говорят, что здесь очень вкусные парады, что они уже очень много десятилетий тут находятся и готовят очень вкусно. Ну что, мы попробуем. Вход в эту дабу очень красивый. И мне кажется, здесь все так чисто. Посмотрите, вообще народа нет. Мы почти что единственные покупатели. И Амир сказал, что эта даба уже очень старая. Вот там написано, что ей уже 40 лет. И они здесь вот обслуживают всех туристов, которые едут в Агру и в город Матура. Здесь есть отдельно зал, где работают кондиционеры, так что вам будет очень комфортно. Посмотрите, как у них красиво все представлено. Мы сейчас все закажем, попробуем, обязательно расскажем, поделимся с вами. Ну что, друзья, наша еда уже пришла. Амир уже ждет. Голоден? Да, у тебя есть. Посмотрите, что у нас здесь есть. Это парата. Мы с вами уже готовили дома прату. Но эта парата абсолютно другая. Она из тандура. И она начинана картошкой и луком. С картошкой и с луком прата? Да. Да. Также нам принесли мятный чай. Не посмотрите, оно какого-то необычного зеленого цвета, такого салатового цвета. Не знаю, что за. Надо будет попробовать. Также маринованные овощи. И мы заказали очень известные дальмакани. Это чечевица, приготовленная с фасолью и с маслом. Она очень известна. Именно вот такой дальмакани, такой суп известен в адабе. И взяли также лепешки наны с чесноком и с маслом. Ну что, как ты думаешь, дальмакани будет вкусная? Может быть. Давай попробуем? Да, конечно. Друзья, сначала я попробую прату. Это прата с картошечкой и с луком, как я вам сказала. И она из тандура, то есть это не на сковороде сделано. Нам дали такой вот кусок сливочного масла. Но сейчас попробую. Посмотрите, начинки здесь не очень много. Да? Ну давайте я попробую. Может быть это вкусно? Я надеюсь, что это вкусно. Да. Очень хорошо. Такой вкус не слишком жирный, не пережаренный, а именно мягкий, насыщенный. Картошечка, лучок и почти нет специй. Но здесь максимум, что добавили, это зиру и, скорее всего, немножечко паприки. Я вам всем советую. Это прата вкусная. Ну что, и у нас еще есть дальмакани. Я вам сказала уже, это чечевица, приготовленная с маслом и с фасолью. Сейчас я тоже попробую. Друзья, вы можете есть чечевицу ложкой. Вы можете есть чечевицу зачерпывая в лепешку. Но я давайте попробую с лепешкой. Горячая такая. Вау! Это реально вкусно. Вообще, такой вкус. Вот знаете, здесь фасоль придает такой обалденный вкус. Насыщенный, жирненький. Здесь помидорки чувствуются и вообще почти нет острых специй. Дальмакани это очень вкусно. Друзья, будете ехать именно по этой дороге в Агру, если вдруг, или в Матуру, или еще в какие-то другие города. Это национальное шоссе номер два. Останавливайтесь в этом, в этой кафешке, в этом ресторанчике. Мы вам советуем. И качество, и вкус гарантируем. Мы сейчас пообедали очень вкусно. Нам все понравилось. Друзья, вот мы с вами въехали в Агру, наконец-то. Мы сегодня ехали пять с половиной часов. Хотя километраж одинаковый, и что с одного шоссе, что с другого. Но это заняло много времени, потому что некоторые дороги были разбитые. Где-то строят новые дороги, кладут цемент или там еще что-то. И плюс мы стояли в пробках, ехали с очень медленной скоростью. Но наконец-то вот мы и доехали. У нас впереди несколько насыщенных дней. Я надеюсь, вам понравится Агра, понравится виртуальное путешествие вместе с нами. И мы надеемся, что вы приедете в Индию, посетите достопримечательности Агру, и вы насладитесь тем, что мы вам показываем и в реальной жизни. Если вы приезжаете в Агру со стороны Матуры, по той дороге, по которой ехали мы, по национальному шоссе 2, то прямо на въезде в Агру есть заводы по производству обуви. И экспортируют обувь за границу. И мы, когда сюда приезжаем, всегда покупаем здесь обувь. Это настоящая натуральная кожа, качество отличное, очень ноская обувь. Мы вам хотим показать. Здесь выбор не такой большой, потому что здесь только образцы представленных моделей, которые отправляют. Но вы можете найти для себя что-то интересное. И плюс качество и цена супер. Друзья, посмотрите, этот магазин вот так вот выглядит. Снаружи он абсолютно непримечательный, потому что он находится на первом этаже завода, в котором производят эти туфли, различную обувь. На первом этаже фабрики. Вот посмотрите, что тут есть. Здесь есть и летние коллекции, и зимние коллекции. Конечно, здесь зимних сапог, которые с мехом нет. Но здесь есть ботинки, различные туфли классические. Размеры у них тоже не всегда находятся. И дизайн тоже не все, может быть, которые вам нравятся. Но вы можете для себя что-то интересное найти. И мужские туфли есть, и мужская обувь, и женская. Конечно, я не скажу, что здесь прям все такое красивое, но интересные модельки есть. И причем это все натуральная кожа. Давайте здесь покажу тоже. Здесь вот более летние модели. Посмотрите, вот такие вот. Они очень удобные. Вот, кстати, у меня похожие... Такая похожая обувь была. Это все натуральная замша. Очень легкие, очень хорошие. У меня были красненькие такие, очень комфортные. И долго носятся. Ну вот, посмотрите, допустим, здесь уже есть у них осенние коллекции. Такие вот сапоги. И замшевые, и кожаные. Вот посмотрите, это новые модели, видимо, потому что раньше я таких не видела. Симпатичные некоторые. Ну, конечно, на вкус и цвет я не могу сказать, что они все прям такие красивые. Но что-то есть интересное. И вы можете найти для себя... Ну вот, посмотрите, вот такие сапоги, допустим, вот, к примеру, да, из натуральной кожи. Это осенние сапоги. Стоят две тысячи рублей. То есть две тысячи рублей. Где вы можете найти такие сапоги за две тысячи рублей в России? Ну вот, все сапоги, все у них сейчас продаются за две тысячи рупий. Вот здесь есть мужская обувь, но ее не так много. Вот, допустим, такие лоферы, я не знаю, как по-русски называются. Лоферс, да? Вот такие вот ботинки в спортивном стиле есть. Все разное. Но и цены, допустим, вот за сапоги две тысячи рупий. А если вы хотите купить, ну, допустим, если вот вы такие балетки хотите купить, это замша крашеная, то они уже стоят тысячу рупий. Ну, то есть тысячу рублей вот такие вот, допустим, балеточки. Сандали подешевле, туфли какие-то дешевле, какие-то дороже. Так что обязательно приезжайте, будете в Агре, не забывайте посмотреть для себя обувь. Друзья, пока мы сейчас ехали, у нас уже стемнело. И посмотрите, какой красивой стала Агра. Посмотрите, везде поставили фонари на улицах, везде почистили дороги. То есть Агра стала более развитой, более цивилизованным городом, наверное, можно сказать. И за период, вот пока мы все сидели на карантине, Агра стала достаточно красивым, чистым местом. Поэтому не бойтесь, приезжайте в Агру, и вы можете смело здесь провести пару дней. Сегодня мы очень долго ехали, нам понадобилось 6 часов, чтобы доехать до отсюда, больше не поедем по этой дороге. Завтра нам предстоит трудный, но интересный день. Мы вам покажем очень много интересного, так что оставайтесь с нами. И если вам нравится наше сегодня видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!